МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выставка Экспо в казахстанской столице продолжает удивлять посетителей. Их с каждым днём всё больше, но и логично, что всё больше жителей Казахстана и иностранных гостей имеют возможность прикоснуться к мировому избранному зелёной энергетике. И хотя бы на секунду задуматься о бренности всего сущего и конечности таких привычных нам, современным жителям планеты, ресурсов. Технологии будущего демонстрируют в своём павильоне и национальный железнодорожный перевозчик Казахстан Тиморжолы. Вы смотрите программу «Транспорт и логистика» и сегодня о новом взгляде на обычную, на первый взгляд, железную дорогу. Стальная магистраль в привычном представлении это возможность сделать нашу с вами жизнь проще. Вовремя доставить груз, вовремя перевезти пассажира в пункт назначения. Национальные перевозчики пошли дальше и стальную магистраль сделали частью глобальной международной логистической системы. К вашему вниманию хочу представить наш основной объект по перевозке товаров через территорию Казахстана. В 2011 году главой Республики Казахстана был подписан договор с председателем Китайской Народной Республики о возрождении Великого Шёлкового Пути. И первым этапом был аренда терминала в порту Леонюньгань, на побережье Тихого океана. И после 2011 года мы функционируем. Наша компания именно логистическим хабом выступает для перевозки товаров из Китая в Европу. Ориентировочное время с любой точки Китая до любой точки Европы занимает 14-16 дней. О том, как сухопутный Казахстан избежал так называемой транспортной ловушки и нашёл выход к морю, тоже можно узнать в павильоне КТЖ. По территории Казахстана мы имеем 4 основных выхода в другие государства. Логистический центр, который используется в городе Астана, помогает нам распределять товары именно по России. Южные регионы, логистический центр, который находится в городе Шимкент, помогают обеспечивать нам Среднюю Азию и Ближний Восток. И также наши два основных выхода в Европу – это станция Илецк и два порта – Актау и Курык. Порт Курык работает 365 дней в году, не замерзает зимой, в отличие от порта Актау. Акта функционирует 8 месяцев в году, 4 месяца стояния из-за замерзания порта. Через эти порты мы транспортируем наши грузы в Европу. Сегодня республика имеет возможность транспортировки товаров в Юго-Восточную Азию, Европу. А некоторые, в том числе и известные в мире логистические компании, сделали выбор в пользу транзита через Казахстан. Перевозка товаров через нашу логистическую компанию Казахстан-Темаржулы – один из самых выгодных моментов для перевозки товаров, так как он занимает намного меньше времени, если использовать морской вид транспорта. Морской вид транспорта, как мы все знаем, он более дешевле, естественно, но он занимает более 45 дней. В основном перевозки товаров из Китая мы отправляем в Европу. Это техника, определенные гаджеты, те же самые компьютеры, телефоны, которые мы знаем. А Китай в основном востребован в органических продуктах, определенных, такие как мясо, зерно, масло. И сроки для определенных продуктов нужны короче. И наши контейнера, наши перевозки обеспечивают все условия для доставки груза. Контейнера наши функционируют в виде холодильных камер и также могут внутри поддерживать температуру до плюс 20, при наружной температуре минус 30. ЖД-транспорт в целом, он является вообще основой для транзита и очень выгодным по отношению к скорости и цены. При этом ЖД-транспорт является наиболее зеленым видом транспорта по сравнению с другими видами, то есть же морской и авиатранспорт, он является достаточно, в рубрике СО2 достаточно высокий. За годы независимости в республике сформировался и машиностроительный железнодорожный кластер. В стране сегодня собирают грузовые, пассажирские вагоны, электровозы, тепловозы. С недавнего времени в республике производят рельсы. Очередь за ними растягивается на несколько месяцев. После обретения независимости Казахстан столкнулся с двумя большими проблемами. В первую очередь это отсутствие инженеров, вторую – это отсутствие заводов. Сейчас, после 25 лет, уже можно сказать, что Казахстан Тиануржула справился с этими двумя проблемами. В 90-х годах при поддержке правительства республики Казахстан Казахстан Тиануржула связался с мировыми лидерами машиностроения, такие как Альстон, Тальго, Бомбардир. И сейчас можно сказать, что у нас имеется своё уже собственное машиностроение, мы имеем своих инженеров, которые реализуют эту сферу деятельности. Сейчас все эти заводы находятся за городом Астаны, в специальной промзоне, где выпускаются заводы, вагоны Тальго, грузовые вагоны, пассажирские вагоны, также выпускаются тепловозы Т-33А. Павильон, я считаю, отражает существующую реальность казахстанских железнодорог, их стремление, их динамику, отражает их взгляды, показывает, какие этапы уже пройдены и к чему они стремятся. Достаточно интересно была представлена композиция нового шелкового пути, как он был, как он сегодня выглядит. Поэтому, в моём понимании, отличный стенд, всё очень красиво. Новый шелковый путь – это не только дороги, железные ли или автомобильные. Вдоль путей выстраивают современные торгово-логистические центры. Такие ТЛЦ – это вовсе не склад с ругающимися грузчиками и ржавым, еле дышащим перевозчиком паллет. В логистическом центре строгий порядок. И даже маленький винтик имеет своё строго отведённое место. Отсюда экономия энергии на погрузочно-разгрузочные работы, повышение эффективности труда на отдельно взятом рабочем месте, в частности, и дальнейшее раскрытие транспортно-логистического потенциала уже целой страны. Это своего рода современная система складов. Общая площадь его составляет 47 гектар. Но самая уникальность его состоит в том, что там принцип одного окна. То есть все таможенные санитарные процедуры, всё внутри здания. Вам не нужно будет выезжать для оформления документов. Вы даже оплатить можете всё внутри. Там морозильные камеры, складские помещения. Всё для вашего удобства. Через два месяца откроется транспортно-логистический центр в городе Шимкенте. И также мы планируем в четырёх городах Казахстана ввести в эксплуатацию такие центры. В таких городах, как Ускаменогорск, Актау, Атырау и Актубе. Новые объекты инфраструктуры, в том числе и поражающие бывалых путешественников, тоже современная история национального перевозчика. В начале июня в столице презентовали новый железнодорожный вокзал. И собрали на нём максимум зелёных технологий. Железнодорожный комплекс «Нурлэжжоу» ввели в эксплуатацию с 1 июня этого года. Он представляет собой шестиэтажное здание, к которому подходит шесть приём-отправочных путей. Они проходят сквозь вокзала, и у нас находится там технический парк. Он уникален в своём роде, так как при его подстройстве были учены все энергосберегающие ресурсы, сберегающие технологии. В частности, там внедрены грунтовые теплообменники, которые обогревают температуру воздуха, поступающую с улицы в холодное время года, и охлаждая её в летнее. Также он оснащён мультизонной системой кондиционирования, что сберегает электроэнергию до 70%. Также там собирается вся дождевая вода, очищается и используется для орошения всей территории. Общая площадь вокзала составляет 126 тысяч квадратных метров. Зелёная, энергосберегающая, эффективная, отличительная особенность Международного терминала аэропорта Нур-Султан Назарбаев. Его сдали совсем недавно на радость и восхищение путешественникам, да и просто любителям архитектурных шедевров. Уникальность его состоит в том, что он оснащён шестью гейтами, которые не мешают пассажиропотоку при посадке и высадке с воздушных судов. Общая площадь его 47 тысяч квадратных метров. До 12 самолётов одновременно мы имеем возможность обслуживать. До 8 миллионов пассажиров в год мы имеем возможность принимать. Также у нас внедрена система Евро-2020, которая позволяет обрабатывать багаж до 1200 чемоданов в час. Соответственно, там не будет очередей. Современный мир сложно представить без высоких скоростей, качественных дорог, современных же высокотехнологичных транспортно-логистических решений. А новые технологии всё прочнее входят в нашу жизнь. И несмотря на опасения некоторых по поводу того, что искусственный интеллект в один момент предпримет попытки доминировать, пока он всего лишь надёжный помощник человека, существенно облегчающий ему жизнь. А наша программа покидает обитель железнодорожных и околотехнологий и направляется дальше за новыми транспортно-логистическими решениями. Редактор субтитров А.Семкин